МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в непогоду, и в вирус. Работники казахстанских масс-медиа отмечают профессиональный праздник. И в вашем дворе будет праздник. 27 дворовых площадок Талтыкургана будут отремонтированы и восстановлены до осени. СДЮЖ формирует кадровый потенциал. Спортивная школа набирает детей от 5 лет и выше для бесплатного обучения спортивным премудроствиям. 28 июня – День работников средств массовой информации. Сегодня с грядущим профессиональным праздником представители масс-медиа поздравил Аким Талтыкургана Галамжан Абдраимов. 24 на 7. Работать в средствах массовой информации – значит быть готовым в любой момент отправиться выполнять редакционные задания. Особенно сложной и насыщенной стала работа в период пандемии. Аким Города выразил признательность и благодарность приглашенным за ежедневный труд и объективную информацию. Выражая благодарность за ваш труд, вы являетесь мостиком между государством и народом. Ваш профессиональный праздник желаю вам всего наилучшего, больших успехов и хорошей мотивации. Пусть всегда будут хорошие новости. Создание телевизионного сюжета – работа целой команды. Теплые слава поздравлений Аким адресовал работающим в кадре и тем, чьи усилия позволяют поднимать и освещать самые актуальные и злободневные темы, оставаясь за кадром. Это операторы, режиссеры, инженеры и представитель особого фронта. Координатор телеканала. Эльмира Сармаздаева на связи круглые сутки и обеспечивает их своевременный выезд на выполнение редакционного задания. Всего наград и похвальных грамот удостоились порядка 30 работников СМИ. Однако ежедневный труд не ради наград, говорят наши коллеги. Ведь на информационной ниве работают всегда непочатый край. И самая высокая награда – благодарность и признание народа. Елеман Рамбеков, Абзол Носипов, телеканал «ЖИТСУ», Талткурган. Профессиональный праздник 28 июня отметят и пресс-секретари. Сегодня это весьма популярная должность, как в частных структурах, так и в государственных органах. Их работа подчас незаметна, но именно они несут информацию, формируют идеологию и имидж своей организации. Нур Иджанов – пресс-секретарь и советник Акима Города. Приступив к работе сравнительно недавно, в сентябре прошлого года, он стал довольно узнаваем. Во многом благодаря своей активной работе не только со СМИ, но и населением посредством социальных сетей. Главная фишка – обратная связь, говорит Нур, который вывел уровень взаимодействия на довольно высокую ступень. Я публично объявил свой ватсап-номер, то есть жители города пишут мне напрямую. Я такой небольшой рекорд сделал. За первые две сутки я ответил на 618 вопросов. Для меня такой был личный рекорд. Я не знаю, это рекорд, может быть, Талдыкурганский, или даже по Казахстану, но 618 вопросов. Я на каждый вопрос ответил, причем не раз, а по нескольку раз. И действительно, Нуриджанов активен во всех социальных сетях. Без ответа не оставляет ни одно сообщение или комментарии. Из-за этого пользователи интернет-пространства выражают благодарность за оказанное внимание. И что самое важное, благодаря четко налаженному алгоритму, решаются затрагиваемые проблемы местных жителей. Чтобы активизировать этот пункт, он смог объединить руководство города и представители средств массовой информации, во благо процветания областного центра и общества. Нура, я считаю, отличным пресс-секретарем, потому что он не только является мостиком между журналистами и простыми жителями. Этот человек смело идет на контакт с любым. Он очень активен в социальных сетях и не просто активен. Он отвечает быстро и оперативно, реагирует на все мольбы и требования, где-то даже требования граждан наших жителей города Талдыкурган. До работы пресс-секретарем порядка 20 лет трудился в банковской сфере и занимался коммерцией, признается Нур. Свои 42 года воспитывает четверых детей. Особая сложность его работы ложится на плечи супруги, ведь работа не прекращается до глубокой ночи. Но она понимает всю важность и дает возможность отдаваться любимому делу. А когда видишь результаты, работа только в радость делится эмоциями он. Проблема поступает, мы ее начинаем решать, разбираться, где, что, кто виноват или кто, что должен сделать, в какие сроки. То есть ребята, мои коллеги дают мне обратную связь. Мы в течение двух или трех дней обязательно этот проблемный вопрос закроем. Я, конечно, со своей стороны тоже это контролирую, то есть мониторю. Когда проблемный вопрос закрывается, коллеги мои дают обратную связь также с предоставлением текста, фото и видеоотчета. Я данную обратную связь от своих коллег уже транслирую, отправляю дальше уже тому жителю, который этот вопрос адресовал проблемным. То есть таким образом мы от самого начала до самого конца вот такую, как бы сказать, свою дорожную карту, да, решение вот этих проблемных вопросов мы уже четко отработали. В день на его смартфон приходит в среднем по 150 писем и поступают десятки звонков. Благодаря своим коммуникационным навыкам и управленческим качествам Нуриджанов показывает отличный пример государственного служащего и связующего из мостика между властью и СМИ, что формирует и геологическую составляющую, и имидж градоначальника. В период пандемии на передовой наравне с врачами и полицейскими находятся журналисты. Несмотря на реальную опасность подхватить смертоносный вирус, корреспонденты печатных и электронных СМИ ежедневно выполняют редакционные задания и доносят до граждан самые свежие новости. В преддверии профессионального праздника наш корреспондент Томир Анитов расскажет о работе журналистов и блогеров в период пандемии COVID-19. В любую погоду и время суток. Таков девиз корреспондентов новостной редакции телеканала ЖТСУ. Ежедневно порядка 20 журналистов освещают самые важные события области. И даже сегодня, в условиях введенного усиленного карантина, когда вся страна находится на самоизоляции, мы продолжаем работать. В данный момент все мероприятия отменены. И на самом деле бывает такое частое, что дефицит тем. Но в то же время мы все равно ищем темы, именно конкретные, связанные с COVID-19. Я и мои коллеги стараемся освещать жизнь области. И действительно немного страшно работать, потому что коронавирус сейчас везде. И он не щадит ни журналистов, вообще никого. Но мы, конечно, соблюдаем санитарные меры. Мы работаем в режиме нон-стоп, и в праздники, и в выходные, и в ночное время суток бывает работаем. Я думаю, что наша цель – это своевременно подать информацию зрителям. Журналисты региона всегда там, где кипит работа. Кроме тем о карантине, ставшей уже привычной о COVID-19, «Вестники новостей» сообщают населению обо всех программах, реализуемых в стране и области, проблемах и радостях жителей региона. В условиях пандемии нам пришлось работать в совершенно другом формате. Мы приходили на брифинги и старались оперативно освещать все распоряжения, все новые указы главного санитарного врача области. В основном на брифинги и на мероприятия ходили молодые специалисты, так как представители старшего поколения находились в группе риска, но на рабочий процесс это никак не влияло. Все газеты, номера, все новости выходили вовремя. Немаловажную роль в освещении важнейших событий региона играют и блогеры. Один из них – Айдос Киртаев. Молодой парень занимается блогингом недавно. Его страничка в инстаграме «Крис Питт Алдакурган» насчитывает почти 94 тысячи подписчиков. По его словам, ежедневно ему поступают свыше 150 сообщений с просьбами о помощи. Я начал недавно, где-то середина апреля начал. Поначалу, конечно, было очень сложно, первые две недели, потому что этот поток информации, который к тебе приходит, поначалу не сталкивался, но потом к этому уже привыкаешь. И, соответственно, когда идет хороший отзыв, то есть стараешься помочь жителям города, и это дает хорошую мотивацию дальше идти вперед. Ну, насчет проверной информации, допустим, поступают жалобы, да, вот, скажем, какая-то организация вот так, так что-то сделала, и мне, прежде чем ее выкладывать, мне все равно придется узнавать обратную сторону, другую сторону, потому что, видите ли, все равно надо узнавать. Если я, услышав одну сторону, опубликую, потом я буду сам виноват. Поэтому, конечно, да, проверную информацию выкладываем. Представители СМИ региона отмечают, мы, естественно, опасаемся за свое здоровье, но профессиональный азарт и ответственность перед телезрителями и читателями не позволяют поддаваться паническим настроениям. Наша задача – довести до граждан только свежие и актуальные новости. В один голос твердят они. Дамир Анитов, Габид Кабдрахман, Телеканал ЖИЦУ. Нехватка ПЦР-теста в Казахстане возникла из-за проблем с логистикой. Об этом заявил генеральный директор корейской клиники Мин Хисук. Именно они поставляют наборы для исследований в нашу страну. Ранее между Казахстаном и Кореей осуществлялся всего один рейс в неделю. После доставки оборудования и материалов осуществляли через Катар. Но из-за вспышки коронавируса работу аэропорта Дохи пришлось приостановить. По этой причине затянулся процесс транспортировки грузов. В ближайшее время стороны планируют наладить прямые авиаперевозки между Казахстаном и Кореей. Брат погиб, спасая сестренку. Трагедия, унесшая жизнь подростка, следствие халатности, считают общественники. По их мнению, виновата не только предприятие тепловодоснабжения, но и их руководство. Многие считают, что коммунальные службы халатно относятся к своей работе. Все произошло на участке вдоль трассы Жизказган-Сатпаев, где в котловане, заполненном водой, лежала труба. По ней шли дети. Девочка не удержалась и упала. Ее брат, не раздумывая, прыгнул вслед, чтобы спасти. Но, к сожалению, самому 14-летнему подростку выбраться не удалось. Чуть позже его тело из воды достали спасатели. Водопровод находится на балансе отдела ЖКХ, автомобильных дорог и общественного транспорта города. И при производстве работ вода с этой ямы не откачивалась. Ограждения, как можно наблюдать, никакие не выставлялись. Предупреждающих знаков не было. В полиции заявили уголовное дело. Начато досудебное расследование. В прошлом месяце в Казахстане сразу на треть выросли безналичные платежи. Сумма превысила 2 триллиона тенге. В Ассоциации финансистов Казахстана отмечают, что это рекордный показатель за всю историю. Больше всего безналичных платежей было совершено в Алматы. В тройке лидеров также Нурсултан и Шимкент. Всплеск объясняет неотложенным спросом на приобретение товаров и услуг из-за массового закрытия в апреле торговых сетей, бизнес-центров и других объектов. Еще одна причина – стремление казахстанцев сократить наличные расчеты из-за риска заражения коронавирусом. К другим темам. Новая детская площадка, асфальт, цветы и деревья. В Толокургане в этом году 27 дворов обретут новый облик. Не ремонтировавшиеся долгие годы объекты пройдут масштабную реконструкцию. Стоит отметить, что 14 дворов благоустроят в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости». Площадка во дворе дома рядом с университетом имени Ильяса Жансугурова построена тогда же, когда дом проходил реконструкцию – около 20 лет назад. За это время разрушился асфальт на тротуарных дорожках. Скамейки изжили свой срок, а детская площадка запустела. Теперь это все будет в прошлом. Благодаря программе «Дорожная карта занятости» двор обретет новый облик. Всего в этом году в Талдыкургане намечено проведение работ по благоустройству в 27 дворах. 14 из них пройдут реконструкцию по программе «Дорожная карта занятости». Благодаря реализуемым проектам работы обеспечены более сотни жителей областного центра. 50% из них трудоустроены через центр занятости. На реализацию 14 проектов выделено 530 миллионов тенге. При благоустройстве будет полностью проведена работа по замене орычных лотков. Во дворах заменят асфальтовое покрытие, оборудуют детские игровые площадки. Также пройдут работы по озеленению. На сегодняшний день работы идут согласно нормам, в соответствии с графиком. Реконструкция во дворах Талдыкургана началась две недели назад. Завершить все необходимые работы подрядчики и сотрудники Акимата обещают до конца осени. 368 преступлений, связанных с наркотиками, зарегистрировано в Алматинской области с начала 2020-го. Это на 14 фактов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С целью как-то исправить эту ситуацию, полицейские совместно с представителями регионального управления внутренней политики инициировали профилактическую акцию «Нет наркотика». В ее рамках специалисты провели расследительную работу с молодежью Талдыкургана и раздали памятки и буклеты горожанам. Стоит отметить, мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Ежегодно это событие отмечают 26 июня. Сотрудниками нашего управления в период текущего года из незаконного оборота уже изъято около 4 тонн марихуаны, 13 килограмм гашиша и около 2 килограмм различных наркотических средств. Совместно с сотрудниками Акимата к Международному дню борьбы с наркоманией хотим провести небольшую акцию. Основная цель это, конечно же, профилактика наркомании среди подростков и молодежи, пропаганда за здоровый образ жизни. И так как в нынешних условиях пандемии COVID-19 нам не представляется возможным вживую встретиться с молодым поколением, мы хотим с помощью вот таких вот брошюрок напомнить людям о том, что наркотики – это наш враг. Около 50 счастливчиков присутствовали в четверг утром при открытии Эйфелевой башни. Самая посещаемая достопримечательность не только в Париже, но и в мире оставалась недоступной в течение трех месяцев. Пока были открыты лишь два первых этажа. Чтобы добраться до них, посетители должны преодолеть 700 ступенек. Отныне все гости Эйфелевой башни от 11 лет будут носить маски. Лифт заработает 1 июля, а крайняя площадка на высоте в 324 метра 15 июля. Строгие меры не отвратили самых горячих поклонников железной башни. 700 билетов вчера разлетелись, как горячие пирожки. Одноразовые маски и перчатки призваны помочь в борьбе с распространением коронавируса. Но оставляемые, где попало они теперь, представляют угрозу для окружающей среды и могут привести к повышению уровня загрязнения океана. На юге Англии отряды добровольцев пытаются предотвратить нежелательный сценарий. Каждую неделю они выходят на очистку пляжей Брайтона, которые до последнего времени считались одними из чистейших в мире. Дополним, средства индивидуальной защиты стали и неотлемлемой частью мусора, остающегося от пикников. В Соединенных Штатах резкое обострение эпидемиологической ситуации. В четверг, по данным, было выявлено более 45 тысяч новых случаев. Примерно столько же, сколько появилось на пике эпидемии в апреле. Среди штатов, где обстановка наиболее сложная – Техас, Калифорния и Флорида. Там регистрируют рекордные темпы прироста заболевших. В Техасе, где в ближайшие дни планировали возобновить работу большинства компаний и предприятий, решили пока продлить изоляцию. Власти Нью-Йорка вводят обязательный карантин для прибывающих из этих регионов. Власти мегаполиса решили отменить и знаменитый Нью-Йоркский марафон, провести который планировалось 1 ноября. Детская юношеская спортивная школа начала набор детей в секции от 5 лет и выше. Командные игры, по которым вести в США, готовят будущих спортсменов, тренируют не только силу и волю, но и воспитывают взаимовыручку и коммуникабельность. Специализированная детская юношеская спортивная школа культивирует 5 игровых видов спорта. Это баскетбол, большой теннис, пляжный волейбол и футбол, классический футбол. Главное предназначение спортивного учреждения – воспитать и взрастить будущих спортсменов, которые представят область уже на профессиональном уровне. В пример можно привести две баскетбольные сборные Алматинской области. Тяжело идет работа в условиях пандемии. Набор детей сейчас открытый у нас, мы до сих пор набираем. Не только футбол, и все виды спорта у нас. Теннис открытый сейчас на улице, тренируется теннисный центр, вы сами знаете. Пляжный волейбол, они у нас расположены в Ильичском районе, и здесь, в Жастаре, есть поле пляжного волейбола. Также у нас баскетбол, но они все во дворах тренируются. Летом мы играем в стритбол, баскетбол 3 на 3 называется. И вот в основном набор детей у нас идет, мы их готовим для своей взрослой команды. И вот это поколение, молодежь, детей, юноши, мы сейчас будем готовить для себя, для своих команды Алматинской области. Один из основных видов спорта в США является футбол. На базе спортивной школы сейчас тренируются 12 групп детей. Самых маленьких учат только Азам, владению, передачи мяча и правила. С детьми постарше тренировки проходят уже на более сложных уровнях. Миссия по взращиванию чемпионов возложена на плечи пяти квалифицированных тренеров. В первую очередь нужно набрать талантливых детей, выявить в них фанатизм футбола и, конечно, обучение. Обучение мы начали с элементарного, от простого к сложному. Это, наверное, в первую очередь мы чувствуем мяча. Чувствуем мяча. И начали перед каждой тренировкой мы разрабатываем тренировочку. Зависимо от того, какой набор, какая группа. Есть ребята неплохие, есть ребята, которых надо, то, что у них внутри заложено, их таланты, их надо, значит, выдавить. И каждый ребенок находится под контролем, мы начинаем, значит, в зависимости от готовности групп, мы уже подбираем упражнения, чтобы она была совершенствована. Напомню, в секции по футболу идет активный набор детей на бесплатной основе. Записаться можно, обратившись к администрации спортивного учреждения. Их контактные данные можно найти на сайте Управления физической культуры и спорта Алматинской области. Сейчас в период пандемии занятия будут проводиться на открытом воздухе. Таково требование санитарных врачей. В зал дети перейдут с наступлением холодов. Алексей Цойн, Ужан Муканов, телеканал ЖТСУ. На этом я ставлю точку. Это были все события к этому часу. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова